Привет, мои друзья! Привет, мои хорошие! Сегодня перепелкам 7 дней. Я решила вам их показать. Вот, смотрите, у них уже перо начинает расти. Видите, какие они лысые и страшные, но они уже большие. Они уже сидят в двух коробках, едят из двух кормушек. Вот вторая коробка. Мы их разделили, потому что их около 100 штук. Ближе к 90, наверное, несколько умерли. Вот, видите, какие большие перепелочки. Мы придумали с мужем. У нас есть бумага ненужная, бракованные черновики. Мужу дали на работе. И он теперь стелет вместо пеленок. Экономия очень большая. Верхнюю убираешь бумажку и остается чистенькая. Видите, как удобно? Вот так вот они у нас живут сейчас. Вот бумага, которую я только что убрала. Убирать можно часто, в течение дня, потому что пеленки как-то хочется сэкономить. А бумага есть, можно и почаще убираться. А вот мы подготовили брудер. Он у нас самодельный. Я уже вам его показывала. Видите, муж его помыл керхером. Там, где нельзя было мыть, он прожег. Баллоном газовым. Здесь висит теплый пол. Сверху тоже теплый пол. И лампочка. Часть мы посадим сюда, малышей. Потому что все 90 штук, скорее всего, сюда не влезут. Будет тесно. Поэтому в коробках оставим половину и сюда посадим. Вот так вот у нас такие дела. Вот такой брудер. Все, муж у меня сам делал. Сейчас он прогреется. И часть перепилят мы пересадим в брудер. Вот такие у нас дела сейчас. Вот такие маленькие. Еще посмотрите, милота. Милота грязнульки. Да, это такова действительность. Перепелки это не чистые животные. Они очень много какают. Но очень вкусно несутся. Яйца очень вкусные. Тут уж никуда не денешься. Видите, лапки у них грязные. Постоянно надо очищать лапки, иначе они потом болят у них. В течение всей жизни будут болеть, если вовремя не почистить. Друзья мои, а это родительское стадо. Видите, они несутся. Вон яички на сетке лежат. Они потом вот сюда скатятся. Видите, и там у меня три перепелочки сидят. Это другая порода. И они тоже просто несутся. Хотя это совсем другая порода. Техасы мелкие. А это белый гигант, которых мы сейчас вывели, и они у нас в брудере. Вот видите, какие они. Они больше. По размеру, по весу они больше. Ну, какая тут с открытыми глазками. Видите, надо ее убирать, иначе помрет. Что вот глазка закрыла, кто ее знает. А это у меня селадоны, которые несут голубые яйца. Видите, яйца голубые. Вот такие вот селадончики. Они разноцветные, очень даже красивые. Видите, какие пятнышками. Прекрасные, красивые птички. Мелкие только на лицо. Это тоже белый гигант. Это у нас вторая клетка. Тоже несут яички. А здесь у меня так же три фехасика сидят. Просто сидят, потому что мы их вовремя не съели, а теперь они жесткие. Ну, как бы, может пригодятся. Это мальчики. Вроде бы, да, точно мальчики. Видите, вон у них что-то. Да, мальчики мои, вы же мальчики. Видите, какие они на ножках, такие высокие. Это мальчики. А вот здесь очень много девочек. Таких вот распушенных, да. Видите, какие они. А это у меня Техас и Сергиев Посад. Я на них очень рассчитывала, возлагала надежды. Но они оказались еще мельче, чем у меня были Техасы. Поэтому я от них получила потомство один раз. Мне оно не понравилось. И я их, ну, держу на яйцо, пока они еще несутся. А потом я их уберу. Ну, уже как бы только в тушенку. А что делать? Ну, так всегда. Если стадо долго несется, они потом жесткие, их или в суп, или в мультиварке очень долго, в скороварке очень долго варить. Ну, вот как-то так. Ну, что теперь. Это такова действительность. Видите, они лысенькие, потому что они уже возрастные. Ну, в общем-то, показала вам небольшой обзор моего перепелятника. Когда пересадим в брудер, я тоже досниму к этому видео. И смонтирую, и вам все выложу, покажу. Ну, вот, мои друзья, смотрите, у нас великое переселение. Из коробок, самых крупных, мы выбираем, чистим им лапки и пересаживаем. Вот они, наши маленькие зайки. На этом буду заканчивать видео. Я обещала вам показать, как они будут жить в новой, красивой, чистой клетке в брудере. Вот они, вот они, красавцы. А вот часа два назад я вам показывала. Вот они все уже обкакали. Здесь осталась половина, наверное. Эти будут пока здесь, чтобы не перегружать брудер, чтобы им было комфортно. Часть будет жить в коробке, а часть в брудере. Вот так, мои дорогие друзья. И вторая коробка тоже. Тоже почти пустая, да? Видите, здесь маленькие остались. В основном маленькие. Так будет лучше. Мы всегда так делаем. Да, мои зайки. А на этом, мои дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите мои видео через VPN. И я буду вам очень благодарна. Пока-пока. Пока-пока.